Друзья мои, я нахожусь возле мэрии, вот здесь вот общественная приемная, потому что основной вход в мэрию пока заблокирована за ремонт, но именно здесь в общественной приемной в одном из залов проходил и продолжается заседание избирательной комиссии Новосибирской, и только что заседательная комиссия, как и было в моем репортаже, приняла решение об аннулировании регистрации кандидатов мэры Александра Трушакина, то есть теперь у нас уже 16 кандидатов, но Александр Геннадьевич не согласен с этим решением, я так понимаю, он собирается его оспаривать, а главное, сейчас вот я его спасил, а сколько это может стоить? Александр Геннадьевич, каково Ваш впечатление, короткое и главное, к чему приведет это решение избирательной комиссии, на Ваш взгляд? Ну, находясь на заседании избирательной комиссии, я не зря задал вопрос, у всех ли членов избирательной комиссии имеется юридическое образование, только один член избирательной комиссии сказал, что у него его нет, то есть люди, которые находятся в избирательной комиссии, прекрасно понимали, что они делают Значит, данное решение о аннулировании моей регистрации, оно незаконно по той простой причине, что комиссия не имела ни одного официально заверенного документа, как это должно быть для того, чтобы принимать данное решение. Второе. Значит, решение о приостановке деятельности партии на сегодняшний день находится в надзорной инстанции и будет, естественно, приостановлено само это решение. Те партии, которые ликвидированы, исключены, а эта партия на сегодняшний день является официально работающей как в Российской Федерации, так и в региональном отделении. То есть та партия, которая вас выдвинула? Да, та партия, которая меня выдвинула. Избирательная комиссия руководствовала с очень интересными аргументами, что вот надо будет в случае, если произойдет такое решение, надо будет потом вычеркивать. На что я сказал резонно? Вычеркивать из бюллетеней. Из бюллетеней. На что я резонно сказал, уважаемые все избирательные комиссии, никакой проблемы с получением официально заверенных документов для принятия данного решения у вас нет. Пожалуйста, получите документы, принимайте решение. Но данное решение состоялось, они все-таки это сделали. К чему это может привести? Секундочку, я скажу сначала. Странным образом это решение появилось после вот этого вот заявления на локтя Анатолия Евгеньевича. Подожди, нет. Это заявление о фактах нарушения избирательного законодательства на Сибирскую избирательную комиссию от Трушакина. Да. И вот здесь написано по поводу злоупотребления должностными полномочиями и преимущества служебного положения гражданина кандидата локтя. И буквально на следующий день, мы вчера снимали плакаты неоплаченные, мы вчера, значит, фиксировали другие нарушения злоупотребления должностными полномочиями. Буквально сегодня состоялось заседание этой комиссии. Причем ссылки вот такие. К чему это может привести? Ну это может привести к тому, что, или приведет к тому, даже мы в этом не сомневаемся, потому что в соответствии с 95-м федеральным законом, пункт 6.7, статья 39, приостановление деятельности политической партии в период выборной кампании запрещено. Это норма прямого действия. Можно представить только, когда эта партия занимается экстремистской деятельностью. То есть фактически из меня сегодня сделали экстремиста по факту принятия данного решения. И второе, естественно, моя регистрация будет, я даже не сомневаюсь, восстановлена, потому что норма прямого действия. И это приведет к затратам, как минимум, перепечатывания билетней, потому что они сейчас будут разосланы. А я, как зарегистрированный кандидат, естественно, подам на аннулирование выбору. То есть выборов целиком? Ну конечно, потому что я поставлен в неравные слои по сравнению с другими кандидатами. Это примерно около 100 миллионов рублей. То есть избирательная комиссия сегодня подарила городу в его бюджет или обескровила его как минимум на 100 миллионов рублей. Ну скажем так, рискнула обескровить? Она не сомневалась, она приняла решение. Оно аннулировано, уже разослано. Я перестал быть до юра кандидатом. Они не захотели получать официальный документ. Ну я считаю, извините, такое слово, заряжены были изначально, потому что это не оговорка представителей избирательной комиссии краткой, о том, что все члены избирательной комиссии уже готовы принять такое решение. Она потом сказала фактически в начале, когда ее в этом уличил. Ну ладно, это желающие смогут представить. Да. Ну понятно, ваша точка зрения. Спасибо. Итак, друзья мои, я буду следить за ситуацией и на связи мы с Александром Геннадьевичем, и на связи с избирательной комиссией. Конечно, если обстоятельства именно так будут реализовываться, как предполагает кандидат, и комиссии придется восстанавливать сначала Трушакина, а потом он говорит о том, что он собирается даже поставить под сомнение и аннулировать выборы целиком, это действительно может привести к очень большим затратам. Может быть, комиссия могла подождать с решением, а может быть она не сам... Она обязана было это делать. Да. Либо она... А при решении без документов. Ну да, там была речь о том, что комиссия руководствуется письмами и ссылками на сайт, хотя в судебной практике или в юридической практике до сих пор в России приняты позже заверенные документы. Да, ну посмотрим, да, посмотрим, как будет. Да, потому что комиссия не была истцом данного решения, истцом было Министерство юстиции, которое даже не приглашено было на данное заседание. Ну понятно, это для юристов тонкости все интересные. А для нас интересно, как будут развиваться события, я вам покажу, насколько смогу. А вы, ребята, мне, пожалуйста, вот тут вопрос вот какой, про 100 миллионов. Вот я сейчас потратил некоторое время сидел в комиссии избирательной. Сейчас поговорю с Трушакиной, мне это интересно. Вам, надеюсь, тоже интересно. Так, мне вопрос не о миллионах рублей, а всего лишь о некоторых затратах. которые мне приходится нести, ну хотя бы время тратится. Поэтому и интернет расходуется. Если вы захотите поддержать интернет на моем телефоне, вы знаете, как это сделать. Можно просто заплатить на телефон за его затраты, чтобы вам стало интересно. Для меня это самое главное. И поэтому все, что будет интересное в городе, не только по выборам, что на выборах жизни кончается, я буду вам показывать. Приглашайте, пожалуйста, следите за эфиром. Ваш Тимурханов, Новосибирск. И с очередной, ну очень, я думаю, это один, чуть ли не самый яркий конфликт в сегодняшней избирательной кампании. Надеюсь, их больше не будет, но, как знать, будьте здоровы.